20 августа в Торонто прошел традиционный 95-й парад, посвященный Дню Война. Этот священный день учрежден в 1921 году, как дань ветеранам войны 1914 года, а позже – как дань ветеранам всех войн. Канада вступила в Первую мировую 5 августа 1914 года при генерал-губернаторе принце Артуре, будучи частью Британской империи, и сражалась на стороне Антанты. Перед тем армия насчитывала всего около 3000 военнослужащих. С началом войны правительство объявило мобилизацию. В течение двух месяцев в ряды канадских вооруженных сил было призвано около 32 тысяч солдат и офицеров. Помимо мужчин, 3000 канадских женщин вышли на фронт, в основном в качестве медсестер и поваров. Продолжение следует... Мне сейчас 94 года. Я служила в Королевских воздушных силах в Англии, потом в Индии. Это были тяжелые годы войны, но мы прошли эти испытания. Сейчас мы встречаемся на этом параде каждый год. Также вооруженные силы набирали коренных жителей Канады. Всего в ряды канадской армии было призвано около 3,5 тысяч индейцев. Мы встречаемся с Мэйти-нацией Ветеранской армии. Так как одни из наиболее боеспособных соединений союзных войск на Западном фронте. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж называл канадские подразделения ударными войсками. Из чего рождается мир? Из войн. Первая мировая имела то значение для Канады, что после нее страна обрела статус независимой. После окончания войны и расформирования канадского корпуса в 1919 году первые ветераны боевых действий стали возвращаться в Канаду. В их честь устраивались различные торжественные мероприятия чествования, были созданы ветеранские организации. Меня зовут Норм, Норм Тейлор. Я президент и основатель организации сопровождения парада ветеранов на мотоцикл. Мы участвуем в этом параде, демонстрируя важность этого мероприятия для молодого поколения. Ничто не забыто, никто не забыт. 20 августа к параду, посвященному Дню Война, во второй раз присоединилась Канадская ассоциация ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР под главенством Вячеслава Николаевича Блокова. Спасибо! Спасибо! Это парад всех воин. Мы ходим на этот парад, потому что мы солидарны с ветеранами. И очень хорошо, что среди наших волонтеров, которые здесь присутствуют, молодежь. И мы желаем этой молодежи, чтобы никогда над ними не кружились бомбардировщики. А то, что они несут знаки нашего отличия, это очень хорошо. Это оставляет в их сердцах чувство гордости за свою Родину. Здравствуйте, я Алексей Дымов. Единственное, что мне сегодня не понравилось, это очень жарко. А в остальном солнце было просто как радость, которая была у нас в сердцах. И когда хлопали трибуны, мы заключали эту колонну, мы были последними, но в этом было что-то символическое. Потому что многие говорят, что Россия войны не начинает, она их заканчивает. Я не хочу уходить в политику этим, но действительно просто переполняло сердце, когда трибуны хлопали. И ты ощущал хотя бы маленькую капельку того, что ощутили люди в парад победы в 45-м и, наверное, в Берлине. Потому что основное, наверное, что вообще сплотило Советский Союз, его цель была в уничтожении фашизма. Берлине. Субтитры создавал DimaTorzok